Это автотест в Масловке. Меня зовут Лёха. Здорово! Я тоже охренел, когда первый раз заставочку увидел. Просто наша глава администрации недавно должен был отчитаться перед губернатором, что вкладывает деньги в развитие молодёжи. А так как в Масловке никто не хочет развиваться, а мы с Агарьком единственная молодёжь, все деньги отдали нам. Нам должно было достаться 20 тысяч, но пока мы не отдали откат главе администрации, у нас есть миллион. Так что в новом сезоне автотестов ни в чём себе не отказываем. Сегодня тестим Тойоту Камри. Итак, важные для любой деревни технические характеристики Камри. Угол наклона капота для расстановки стаканчиков 7 градусов. Объём багажника 4,5 мешка. Разгон до сотни столкача 8 человек. Эффект от появления возле дискоча 4. Троходромность 5, общая понтовитость 4. Внешний вид у тачки крутой. Скорее всего, эта Камри продавалась так хорошо, что завод просто не успевал производить нужное количество тачек, и новую Камри решили сделать постремнее, чтобы хоть как-то справиться с объёмами. Зато теперь реально верится, что новую Камри собирают в России. Снём! Всё, Иван, чё-то дыхай. Чтобы объективно оценить внешний вид тачки, давайте обратимся к лучшим экспертам в этой области. Пацанам у круглосуточного магаза. Эти пацаны видели абсолютно все в мире тачки, проезжавшие за последние 10 лет мимо магаза. Подстаканники, конечно, неудобные. Можно поставить один стакан, можно второй. А чё неудобного? А третий куда ставить? Всё ж по трое бухает. Ты что, третьему на весу надливать придётся? У неё же денег не будет. В натуре японцы тупые. В тачке есть всё необходимое для шпехания. Радиодача, отсек для крупногабаритных дам и самое главное в любой деревне – кнопка блокиратора дверей. Ладно, Игорёк, пошли на улицу снимать. Да ладно, шо, чо. Игорёк, нашёл подстаканники. Но всё равно японцы тупые, очень неудобно. Можно поставить третий стакан и можно поставить бутылку. Ну шо, нормально? Шо нормально? Одна бутылка на троих? И, как говорят депутаты проституткам, давайте прокатимся на Камри. В машине очень хорошая подвеска, практически не чувствуются ямки. Это главный минус Камри, потому что на них обычно ездят депутаты. Из-за этой подвески они даже не догадываются, какие у нас первые дороги. Лёха, а шо за скрежет? А сколько время? Два часа. Ну всё правильно, машина питерская, мосты разводятся. Практически не слышно, что сейчас происходит на улице. Либо в машине очень хорошая шумоизоляция, либо просто потому что мы едем по маслу, а в ней ничего не происходит, что может создавать звуки. Лёха, зачем фотография Халка? Не забывай, наша программа должна выглядеть дорого. А теперь давайте узнаем мнение богини. Машина вообще непродуманная. Все пятки сожла. Кто же знал, что там лобовое стекло с подогревом? Глава администрации сказал, самое главное, чтобы ваша программа была эффектная. Поэтому сегодня мы решили провести краш-тест Камри. Единственное, мы не додумались, как заставить манекен нажать на глаз, поэтому краш-тест я проведу сам. Ура! Лёха, а чё ты такой довольный? Наконец-то буду тачку разбивать специально, а не по стечению обстоятельств. Лёх, у меня батарейка садится. Лёх, стой! Лёх, у меня батарейка садится! Лёх! Ну что там, получилось? Лёх, тут это, такая ситуация. Я, Лёх, ну в следующий раз получится. В следующий раз точно получится.